В продолжение темы вместе с нашей съемочной группой отправляемся в рейд по объектам коммунальной инфраструктуры города, где сегодня в рамках рабочей поездки побывал глава региона Александр Цибульский. Он посетил три котельные на улице Хатанзейского, Студенческой и Пионерской, а также очистные сооружения города и на Бондарке. Эти объекты выбраны не случайно. Как отметил руководитель предприятий объединенных котельных и тепловых сетей Наталья Бетхер, они либо проблемные, либо являются примерами для тиражирования положительного опыта. Первый объект – котельная на улице Хатанзейского. Здание старое, 70-х годов постройки. А вот начинка – по последнему слову техники. Немецкие котлы сменили своих предшественников четыре года назад. «Перегли на модульную котельную, на автомат, она сама работает без людей. Раньше стояли паровые котлы Е1-9. Мы их демонтировали, запустили уже вот эти современные котлы. Кстати, немецкая фирма «Вайсман». Сейчас работает она в автоматическом режиме. КПД у нее очень хорошее, высокое КПД. «Раньше же старые образцы котлы, они же были так, чебя, а эти уже современные котлы. Держать температуру, какая нужна, вот именно, там режимная карта, все устроено, автоматика, кюб, все она держит. Чем сильнее мороз, тем выше тепловоноситель к людям». Автоматизация была произведена за счет собственных средств ПОКИТС. Сейчас предприятие на объекте проводит диспетчеризацию. «Сейчас у нас уже здесь диспетчеризация выполнена. Единственное, монтаж, вот до 6 декабря у нас контракт, монтаж оборудования в центральной диспетчерской ведется. То есть там на мониторе мы будем видеть все. Да, да, да». Эта котельная отапливает многоквартирные жилые дома на улице Выучейского, здания, расположенные в районе конечной остановки морского порта и очистные сооружения. Еще одна гордость городского коммунального хозяйства, которая также достроена за счет собственных средств ПОКИТС, котельная на улице Пионерская. Мощная, вырабатывает более 12 мегаватт в сутки и полностью автоматизирована. На контрасте с двумя предшествующими котельными играет котельная по улице Студенческая. Объект старый и требует модернизации. «В первую очередь хотели посмотреть состояние наших котельных, какие-то из них уже прошли модернизацию. И в этом смысле мы посмотрели тот пример, который может и оптимизировать, и увеличить коэффициент полезного действия от наших котельных. Будем в этом направлении двигаться. Сегодня уже порядка 8 из 18 котельных у нас автоматизированы. Насколько мне рассказали, выведены на единый диспетчерский пункт, что, конечно, позволяет серьезно улучшить качество работы». Далее посещение очистных сооружений. На центральных городских в центре внимания долгострой, который на техническом языке называют «тысячник». «Это все, и это много? Это пытались запустить? Это пытались запустить? Да, не смогли. А так весь процесс проходит здесь. Он периодического действия. Сначала воздух подается, потом воздух выключается, потом идет отстой. То есть то, что мы в новом, посмотрим, то, что у нас есть, там линия, а тут все в одном диореакторе». Как отметила Наталья Бетхер, в ближайшее время должны быть получены заключения экологической экспертизы на пригодность установленного оборудования. На финишной прямой вышли работы и на очистных сооружениях бандарки. «Мы посмотрели тоже уже такой больной старый вопрос, касающийся очистных сооружений. Городские очистные сооружения сегодня тоже уже понятный график работ. Думаю, что к июню месяца город должен закончить все документальные процедуры, связанные с получением документации проектно-сметной и те необходимые другие документы, которые нужны. И с июня месяца уже в соответствии с графиком, который мы составили, начнутся уже работы по их доработке и введению в эксплуатацию. Здесь на бандарке очистные сооружения, если вы помните, с ними тоже были определенные проблемы. Здесь мы прямо на финальной уже находимся сейчас в стадии. Все необходимые технические решения, связанные с поступлением ненормативных стоков с мясокомбината, решены. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может быть, либо до конца года, либо в начале следующего года, они уже начнут работать. В целом, на модернизацию коммунальной инфраструктуры города, отметила руководитель Покетесса, необходимо более 1 миллиарда рублей. В частности, средства нужны на решение проблемных вопросов на коммунальных и водопроводных сетях.